всем привет вы на канале твингита и мы продолжаем проходить американскую аркадию я надеюсь мы с чекпоинта какого-нибудь начнем они да да я помню мы его довели и он такой типа ладно давай операцию и мы сейчас таки идем я немножко не доверяла этому мужичку короче какого-то мужичок будет мужичок сколько до конца игры осталось блин проверить чек как обычно ничто сколько тут этих хотя да логично это уровень пентагона очень надеюсь что твой план сработать номер 6 и по-прежнему не уверенно все всем чего мы уже добились мы обязаны твои отчаянные тваги ты помогла нам проникнуть гексагом знаю знаю лишь бы только этот вага не вышла моим боком что-то тут не так ну и что-то ой что-то тут не так чтобы граждане когда не покинули наш город нужно сделать так чтобы их чертам их единственным стремлением должна быть рутина не поймите меня неправильно сами граждане будут интересными людьми знаменитости спортсмены музыканты но только местные знаменитости местные спортсмены и местные музыканты все равно всегда найдутся те кто из-за своего любопытства и рациональной импульсивности или самой банальной глупости однажды окажется рядом с краем купола для таких ситуаций у нас есть козырь в рукаве любое нарушение акта бербанка приведет к полному подавлению самоконтроля такого индивида чувство благополучия превратится в чувство всепоглощающей беспомощности а если этого будет недостаточно мы сделаем так что внешний мир они станут воспринимать как враждебную суровую негостеприимную среду возможно даже опасную чтобы наши граждане не захотели уезжать мы должны усиливать все их страхи Аркадия это безопасность внешний мир это угроза но так же мы должны дать им иллюзию свободы иначе неизбежно появится очередной прорыв а единственный способ достичь этого полностью искать их восприятие свободы они не захотят другой свободы потому что Аркадия единственное место где они будут чувствовать себя свободными ой ты чё ой он будет повторяться тут на повторе да ну ладно пошли тогда дальше пусть повторяется его проблемы так тут чё их единственным стремлением должна быть рутина полное подавление самоконтроля ага тут можно посмотреть нельзя единственный способ достичь этого полностью искать их восприятие свободы мы должны усиливать все их страхи о май гад всё заткнись пожалуйста господи Орел в чистом виде какая мерзость Дональд Уолтон болтающим мразью ого ничего себе интересно что делает эта панель уровень доступа к гексагону не активируй её не нужно лишний раз рисковать ковач но мне всё таки интересно зачем она сосредоточься на поиске информации для тревора но мне всё таки интересно но ведь она тут не просто так правда мы не знаем что делает эта панель ковач не трогай её я точно её активировать номер 6 нет не должна прости 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 я должна была черт мой при Анжела говорил же не трогай боже ты мой они выращивают здесь младенца в номер 6 вот же твари в них с рождения пихают джингл корректировки как заводной апельсин только с младенцами это кошмар это бесчеловечно чудовище офигеть ого вас тут коней ого вас тут ты шо офигеть прикол а ну пошли вниз что засветили все мировые бренды в смысле отсюда логотипы марки машин компьютерные фирмы давай посмотрим все что тут есть потому что мы можем это сделать наверное для работы здесь наняли худших из худших как можно спокойно жить зная что происходит с этими людьми ну ты же работаешь в американской Аркадии это удар ниже пояса номер 6 здесь появляются карточки с QR кодами интересно зачем они а давай проверим почему ты не можешь у тебя же есть телефон ну ладно есть четыре вида эффекта встребление подавление усиление искажение здесь валяются карточки англ карточки с QR кодами и вот что это такое ну что я вот здесь что а с этой стороны окей так тоже карточки с QR кодами сейчас подойдем сюда хорошо что всех отправили по домам видимо локдаун это скорее благочим зла определенно ну в нашем в нашей ситуации как бы вечно вполне окей что это что это тут у нас похоже что эта машина заработала нужный цифровой код объекта в очевидении номер Тревора 10 392 тут куча спонсорских логотипов похоже они все как-то связаны с джинглом что это мозговые волны так вот что испытывает Тревор каждый раз когда слышит джингл о боже мой вот как они управляют жителями Аркадии и всем что происходит в крохниках если на время забыть о том что это вопиюще неэтично мы можем с помощью машины выяснить как может Тревор реагировать на внешние стимулы она может быть нам полезна ковач да здесь есть сканер QR кодов надо найти что ему скормить так тут дофига ли он а ну знаешь что подожди это конечно все хорошо но мне интересно что там дальше было ага ага потом сюда вернемся давайте соберем эти QR-шки и берем кошмарная фирма которая выпускает ролики с тренировками спортивное питание кажется они спонсоры Стива Джаста окей раз здесь как лук Вивиан куда не пойдешь везти видишь ее это мы тоже берем так где у вас тут еще что вот это вот похож на ретро версию контроллера SP next мм да что то еще еще дайте еще Rush Motors они состояли за самое чудо инженерии которым восхищался Тревор угу хорош длина и есть хочу наверное это потому что я не завтракала уникально служба АК на знакомств большинство граждан знакомятся с НГП а те обеспечивают ему увлекательные абсолютно фальшивые любовные истории как мило так и вот это вот у нас производитель музыкальных инструментов очевидно отвечает за музыку чудесно а теперь мы можем что-то с этим сделать угу тут сказано что Тревор берет будто романтика может изменить мир боится что недостаточно контролирует свою жизнь да очень на него похоже значит машина работает более здоровый образ жизни приведет к тому что Тревор будет меньше бояться смерти но станет менее счастливым игра на пианино помогает Тревору совершенствоваться что что от коллективных мероприятий Тревор нервничает у него портится настроение за рулем он чувствует что полностью контролирует ситуацию но ему не хватает ощущения свободы Тревор неплохо играет в видеоигры но судя по всему в последнее время они перестали его радоваться это мы просто так узнали а еще что-то еще что-то еще один смотри не хватает еще еще не хватает а где где еще один а где еще один страсти приехали нет реально где еще один тут что ли мне страшно что я сейчас зайду начнется какая-нибудь катсцена и все и хамбец я не сделаю вот эту штуку а ну давай сверху посмотрю вон лежит и да это домашних животных от лабрадоров до флоридских коробчатых кого-то там это мы берем и идем обратно спокойненько так кстати за то что мы открыли все таки ту штуку с детьми и мне дали ачивку чтоб вы понимали так что не зря так что не зря что дальше с ним делать я не знаю поэтому идем дальше так ну тут все тут все вниз значит похоже эта кабина может скенерировать нечто совершенно другое индивидуализированный джингл скажем так о май гад стой 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 квач я тут подумал и оратор джингла о котором ты говорила он может нам пригодится эээ зачем я не понимаю как эта штука поможет удалить джингл с головы Тревора удалить мы его конечно не сможем но можем изменить установку на противоположную ты хочешь создать анти джингл термин конечно придумала я а вот план полностью заслуга номер шесть простой убедительный да вообще отличный в первую очередь мы полностью исказим его восприятие рутины покажем ему насколько странная его жизнь на самом деле дальше надо усилить его чувство контроля развить способность принимать решение уверенности не подавлять их а после этого мы уделим страх Тревора перед внешним миром и тогда ничего не помешает ему покинуть Аркадию и наконец мы дадим ему новое стремление полная и безусловная свобода а знаете что номер шесть может это не такой рискованный план как я думала а я так не думаю правда ой ой я не знаю что я сделала извините верните тут что-то не так тут что-то что-то не так кабина корректировки видимо они и Вивиан Гаврила Тревора есть что-нибудь связанное с Аркадем или Висси Арама как же тут даже есть очки и Висси Арама так хорошо мне надо взять сюда мне надо взять и что-нибудь придумать как так угу угу окей любовь короче дальше давайте музыка дальше животное и машина любовь и музыка изумев ловли я думаю любовь музыка животная машина возможно ему ёб зуга на автокинотеатр, пока Тревор будет смотреть на экран настройки через очки VCF. Мы отправим эти Джиггл через аудиосистему и бах! Тревор свободит анджиггл. Свободен. Что? Что я сделала не так? Что случилось? Всем сотрудникам службы безопасности. Немедленно проследуйте в отдел корректировки. Викс-агоний нарушитель. Нету? Наверное, они тебя следили ковачу. Ходи оттуда срочно. Блин, блин, блин. В тот момент я поняла, что если я не хочу провести этот этак жизни в тюрьме, мне нужно сбежать от тщательно охраняемого здания. Думаю, всем понятно, что я вылетела оттуда пулей. Я жутко волновалась за Тревора, но с ним был номер шесть, так что всё вроде как было под контролем. Окей. Тревор, это номер шесть. Я помогу тебе пройти процесс депрограммирования. Что? А где Анджела? Ковач, ей пришлось уйти. Но всё будет хорошо, я обещаю. Пока её нет, за операцию отвечаю. Ладно. Что можно сейчас делать? Иди вперёд, ладно. Я не знаю. Я не доверяю ему. Я ему не доверяю. Ну не знаю почему. Ну не то чтобы. Не то чтобы прям не доверяю сильно, но что-то меня смущает прям немножечко так. А почему я не могу бежать? Я не могу бежать. Ну ладно. Эй, это же мастерская Архадаковача. Именно так. Пощи там должна быть гарнитура. Это очки висера. Я вижу, да. Надень, пожалуйста. Может не надо? О боже, это машина ладжи Уолтона. Уолтон Мобиль. Мда. Садись в машину, поезжай вперёд. Боже. Ты идешь до места и сделаешь всё что нужно. Ладно, отлично. Да. Мамочка. А можно как-то ускориться? Я не могу ехать быстрее. Ну ладно. Будем ехать медленно. Фронтир. Знаешь, должен признать, что в этом городке есть своё очарование. Для меня это особое место. Последнее, что я увидел Аркадий до того, как сбежал. Всё, я на месте. Ну что, начнём, Тревор? Ты готов? Да, я готов. Скрести пальцы на удачу. Мы на тебя рассчитываем. Это я сейчас буду скринить? О май гад, это что за психоделика? О боже. Окей. Как ты себя чувствуешь, Тревор? Я должен себя чувствовать как-то по-другому? Не знаю. Вроде бы всё как раньше. По-моему, ничего не вышло, номер шесть. У меня остаться здесь? Пустая трата времени. Чёрт. Что теперь делать? У вас есть план? Почему он сказал? Номер шесть, ты меня слышишь? Так, что тут происходит? Вы меня очень сильно не бесите. Ой, вошёл. Что происходит? Как странно. Он, походу, ещё в очках. Это у него в голове происходит, да? Не будь глупцом, Тревор. Искази свою рутину. Кто это сказал? Тревор Хилл, добро пожаловать в американскую Аркадию. Сына 10B, сектор 9. Жизнь транслируется в прямой эфир. Вот уже 28 лет, 6 месяцев и 2 дня. И всем на неё насрать. Спасибо. Я не знаю, это смешно. По какой-то причине. Привет, Кларк. Привет, Тревор. Как Кларк? Люсиль? Приветик. Здравствуй, манекен. Привет. Слушай, у тебя возникло... Привет, пустое кресло. Как дела? У него уже должны были... Тревор, дружище. Газ, ты жив? Конечно жив, теперь я живу. Вэдж, кто мог подумать, да? Кстати, идёшь сегодня на вечеринку в шпиль? Не, надо закончить кое-какую работу. Тревор, ну хоть раз в жизни сделай что-нибудь интересное для публики. Отправляю в АК и одобрено. Не будь клубцом, Тревор. Усиль свой контроль. Я что, попал в видеоигру? Космический кадет, готовы проникнуть тайну крепость спектрикса? Не, мне больше не нравятся видеоигры. Но нужно, чтобы ты одержал верх над ужасной армией спектрикса. Спе... 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 Вперёд! Короче... Он немножко не в себе сейчас, да? Это у него в голове происходит. И я не знаю, это так забавно. Он говорит как немножко пьяный. Ой, мой... Адмирал, куда мне теперь? Я ж не могу. Космический кадет, выполним манёвр. Упасть, чтобы взлететь. Что? О, отлично, космический кадет. Так ты без проблем не слушаешься до командира. Прикол. Упасть. Прикольно, прикольно. Но это забавно. Интересненько. Так. Кова. Спектрикс. Ооо! А, нормально, все хорошо. Айейейейей, нормально, всё хорошо. Да и да я на тест прыгнула. Нет? А вот так вот. А так вот могу. А здесь? А, здесь мы прямо так на нам. Экс. Ага. берегись космический кадет это ужасный корабль спектра до ужасный корабль познает и все так странно 2-2 оба хорош давай подождем пока проедешь обратно но у него конечно глюки прям нормальные пошли я смотрю такие ничего так действительно нажми на кнопку чтобы разносят уничтожить крепость спектрикса давай отлично красную с прекрасным сказал так что ли вы не по-детски наш ой блин я держал победу на дружесной армии спектрикса и спас галактику виде свои инициалы поздравляю космический кадет т.к.х. звездная брона гордится я не знаю это смешно возьми монетку мой гад класс что это я не могу двигаться окей давай следующий этап подави свой страх хорош реально давай все хана страхом ну что это такое ай упал маленько приветик дружище не хочешь поделиться с нами своими секретиками есть чем нас развлечь нам скучно я хочу узнать тебя получше расскажи мне о себе что ты думаешь об этой жизни вообще мне все равно просто скучно ну же не будь откровенен мы хотим поглотить сутки же ну покажи мне я хочу сфоткать я хочу заскринить кого-нибудь из вас давайте как-то вот 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 так вот прикольно хорошо нет но эта часть мне прям нравится как если это конец или не конец хозе забавная него сам с дороги казалось мне нужно подняться мне нужно столкнуть тебя вниз пропусти идет нет ты идиот пожалуйста ходит с улицем мы уже несколько часов торчим а понятно до свидания всего хорошего шо внизу а вниз можно я а если вверх прыгнуть и вряд ли а вверх ты не можешь окей не знаю это забавно это забавно потому что потому что это забавно и все а если я делаю вот так вот то музыка останавливается да хорошо поняла действительно ого ого эй тревор не останавливайся выход вон там я не хочу ты меня пугаешь ну ладно пойдем я бы на самом деле пошла в противоположную сторону после этого как же это долго оказывается давно я уже иду в эту сторону тебе прислали другие треворы ты хочешь дальше слушай давай пойдем назад тебя прислали другие треворы тревор да тревор меня прислал тревор отсюда должен быть выход тревор да тревор но где он назад я не буду идти по стрелкам потому что я не буду идти по стрелкам понятно переиграл и уничтожил я считаю ну не не выход другой стороне тревор не 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 мне пофигу где там у тебя выход я иду в эту сторону мне сюда надо так на самом деле нам на тебя плевать но мы хотим осуждать твои поступки ты не подходишь для американской аркадии парень понимаю ой боже и ты знаешь куда ужасные рифмы даже те что ты придумал специально ай стой вниз да я хотела спрыгнуть вниз а он как-то я не не хочу читать перевод его фраз потому что на оригинале это звучит лучше анивей в смысле а почему офигеть ну ладно это не честно я только что он он перестал смотреть туда в смысле нет я подожду пока ты посмотришь потом прыгну на им смысле не 9 и на им смысле нет окей поняла надо сломать один раз вернуться сломать второй раз вернуться а потом спрыгнуть окей да давай подоставай меня обеси меня нет я подожду давай поеду ммм мм мм а где а ёй 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 ёху на лад Плох. Ага, он не позволит мне сбежать. Ясно, понятно. А это вообще не рифмуется, идиот. Дорогие сограждане. У нас есть новый обладатель гранта на путешествии Edge. Ну, точнее, это не грант на путешествии, а скорее программа-релокация. Окей. Тревор Хиллс. Есть тут фанаты Тревора Хиллса? Конечно нет, потому что всем насрать на его скучную жизнь. Не знаю, это смешно. Наверное, сейчас ему сложно в это поверить, но мы хотим обеспечить его безопасность. Не, на самом деле не хотим. Так что, пожалуйста, когда пройдешь эту полосу препятствий, подпиши соглашение, а потом мы промоем тебе мозги и отпустим вас ваясь. А может, и нет, кто знает. Именно так мы и путем, и заселенную пути на луше Аркадии. Окей. Ну, смотрите-ка, дом 1465 по Пансианодрайв. Самый неинтересный дом во всей Аркадии. Пансиан. О май гад, это... Ставьте меня в покое, наконец. Это не лаги, это... Это он. Ага, окей. Это так надо, короче. О, похоже, он только что узнал, что находится в телешоу. И что же будет дальше делать наш серый мышонок? А главное, кому какая разница? Замолчи. Боже, ты ужасная женщина. Ужасная, но интересная. В отличие от тебя. Я не могу это сдвинуть, или что вот... Давай подвинем вот это. Почему ты не можешь подвинуть это? Можешь. Да ёп! Залезь назад. Ой, 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 ой. Угу. О май гад. Мне очень не нравится. Ай, могу придивать сюда. Мне очень не нравится, когда она вот так верх ногами, очень неприятно. У меня взору. Залезь. Что происходит? Что происходит? Это... О боже, это случайно произошло, да? Так быть не должно, наверное. Я полагаю. Вот, блин. И спать хочу, и есть хочу. Я как обычно. Тревор, рейтинги падают. В этом гоноват ты. Слизь. Фалт. Угу. Пофигу мне. Теперь Тревор находится в отеле Сигно, даже несмотря на то, что не может себе этого позволить. Я живу в Аркадии, зачем мне останавливаться в отеле? Не позволи... Но позволить это ты себе его не можешь, да? Слушай, я могу тебя сюда. Ой, как же неуютно от этого, капец. От того, что наверх ногами. Не знаю. У меня голова начинает немножко кружиться. О, мой гад. Да, давай теперь сюда. Обратно. И еще один неудачный план. Какой на сей раз? Ги, г, д, у тебя и так скоро буква закончится. Отвали. Отстань. Я все сказала. О, отлично. Опять это место определенная видеонарезка. Тревор для Американской Аркадии это не подходит. Серти-то кряхтит. Куда собрался, Тревор? Да какого? О, господи. Я думала, что я сейчас упаду куда-то вообще. Куда мне не понравится, в общем. Зачем продолжить эти читные попытки? Ты же знаешь, что Заркадий не смешает. Занимайся своими делами. Ты кем себя возомнил? Героем боевика? О, майка. Тебе сложна функция распознания звукового ряда. Ты слышишь эти звуки всю свою жизнь. И они дают тебе чувство невероятного покоя и комфорта. Все, ты все сказала. Можно я наконец-то побегу дальше? Этот звук с тобой самого рождения. Ты ничем не отличаешься от других жителей Аркадии. Так что единственный способ сбежать из Аркадии это нажать отказоустойчивую кнопку. Отказоустойчивая кнопка. Понятно. Окей, сейчас нажму, отвали. Все, я иду нажимать. И всего через несколько секунд ты будешь свободен. Я нажимаю. Это что за боссфайт начинается? Опа! Отлично, Тревор. Так, кто это? Я Анжела-хранительница. Ух ты, Ангел-хранитель. Прям как Кларенс в этой замечательной жизни. Теперь твоим устремлением должна стать свобода. Уже я не знаю, что... Воплощение свободы. Сайнлайнд Хром Раш 166. Чудо-инженерия. Идеальный автомобиль. Твой любимый. О боже. Что тут у вас происходит? Ух ты, я на радужной дороге. А куда мы идем, Анжела-хранительница? Ты избежишься, Аркадий. И как я это сделаю? Тебе поможет Ковач, разумеется. Жесть. Жесть. Правда. Ковач, ничего себе. Да ты просто гигант. Да, это все благодаря изумительным капустным завтракам. Ничего себе путешествие, да, Тревор? Да уж. А джингл точно больше на меня не повлияет? Конечно. Точно. Потому что теперь на 100% свободят джингла. Видишь, Тревор, навка всегда поможет найти выход. Как же это здорово. Наконец-то вдруг ты выберешься. Не-не-не, Ковач, не говори так. Опять глазишь. Ну, теперь точно ничего. Не-не-не, ну, как же так опять? Я плохо себя чувствую. Я глючу. Нет, я глючу. О боже, что тут происходит? Вот это вот глюканый словил. Ничего так вообще за вас хорош. О май гад. Тревор, ты что тут делаешь? Это же клуб Софит. Это же клуб Софит. Лучший в городе слизко-клуб, находящийся на пятнадцатом этаже шпиля Аркадий. Господи. И принадлежит он, разумеется, мне. Виньо Уолтон. Я не хочу здесь оставаться. Я не люблю клубы. Ну так уходи. Давай. Я бы с радостью на ней могла перестать танцевать. И вынужден признать ритм, и прям закачаешься. Убей руки от моей системы видеонаблюдения. У тебя нет нужного уровня доступа, чтобы управлять. Да пофиг мне, я все убираю. Отвали. Я просто хочу выбраться отсюда. Клянусь, если тронешь... Еще один диско-шар. Ну, нормально, я ничего не трогаю. Прекрати жалкий скучный недоумок. А я поднимаюсь. Боже, все закончится сегодня же. Вивиан, слышишь меня? Сегодня Аркадий придет конец. Боже, чел. Я ненавижу тебя. Ненавижу. И это взаимно. Ты посредственный, унылый, интересный человек. И ты все испортишь. Ну, тут ты права. Я разрушу этот город до основания. Там реально было интересно, сказано. Тебе духу не хватит, Тревор. Я, может, неправильно прочитала или услышала. Все закончится сегодня же, Вивиан. Слышишь меня? Сегодня Аркадий придет конец. Нет, не нажимай, Тревор, пожалуйста. Нет. Боже. Это жесть. Такие глюканы. Надо еще, конечно, хорошо вштуриться. Ничего не скажешь. Тревор. Ты слышишь меня? Тревор. Боже, моя голова. Номер шесть, это ты? Да, это я. Как ты себя чувствуешь, Тревор? Ты был худший полчаса сна в моей жизни. Полчаса? Ты был без сознания почти десять часов. Десять часов? Серьезно? Полагаю, ты все-таки высвободился от джингла. Теперь вылезай из машины, иди. А как же остальные? Окей, еще остальные. Остальные 23413 граждан Аркадий. Что будет с ними? Мы вернемся с ними, но сейчас нужно вытащить отсюда тебя. Прости, но я не могу уйти. Не, сначала я нажму отказоустучивую кнопку, беру купол Аркадий. Тревор. Слушай, ты не вполне пришел в себя. Несешь какую-то нелепицу, прошу, мне надо. Пожалуйста, поблагодари от меня, Анджелу. За все. О боже, дали ему, короче, на свою голову. Я ждала не один час, но от Тревора и номера шесть не было никаких новостей. Тишина. Я думала, что наш план снова сорвался, уже в четвертый или пятый раз. Самая неудачливая группа активистов в мире. Но затем кое-что случилось, о чем никто не мог знать. Ведь я была единственной подписчицей Тревора. Один из жителей Аркадии, за которым вы наблюдаете, преодолел отметку в миллион зрителей. Да вы серьезно, что ли? Так, давайте на этом закончим. А, или что, или нет. Или нет. Большое спасибо. Большое спасибо. Думаю, никто не станет спорить, что времена меняются, так же, как и окружающая нас действительность. Совершенно новая аудитория, совершенно новые интересы, совершенно новый способ взаимодействия с использованием совершенно новых устройств. Мы, сотрудники Walton Media, считаем, что американская Аркадия должна адаптироваться к этим новым устройствам. Много лет назад мы расширились, превратились из эфирного канала в кабельную телесеть. Когда появился интернет, мы превратились из кабельной телесети в веб-сайт, а теперь с появлением смартфонов у нас появились новые цели. Итак, я представляю вам новейшее приложение в эфире «Американская Аркадия». Всего в одно касание, и вы сможете насладиться лучшим контентом американской Аркадии на вашем телефоне. Вам больше не нужно включить телевизор или компьютер, чтобы увидеть захватывающие сцены жизни популярного персонажа или тот самый особенный момент, которого вы ждали несколько месяцев. И не бойтесь ничего пропустить. Мгновенное оповещение в эфире «Американская Аркадия» сообщает вам, если с вашими любимыми персонажами будет происходить что-то интересное. Прямая трансляция позволяет голосовать в режиме реального времени, комментировать в режиме реального времени и стать частью американской Аркадии в режиме реального времени. Прямая трансляция в режиме реального времени, это жесть. Мы рады, что теперь контент в «Американской Аркадии» будет всегда доступен пользователям по всему миру. Прямая трансляция в режиме реального времени, в любом моменте. Ну что, хотите знать до выхода приложения? Ну что ж, приложение в эфире «Американская Аркадия» можно загрузить уже сейчас. Совершенно бесплатно. Охрененно. Люди хлопают и кричат. Мне тоже покричать или что? Что ты хочешь? АА Лайф. О боже, что происходит? Коннектинг. Я всегда пытался быть образцовым джентльменом. Добрый, вежливый человек, здороваюсь с соседями. Настоящий профессионал, никогда не отказывался работать сверхурочно, если меня просили. Ни разу. Я истоплачу налоги, какими бы высокими они ни были. Я законопослушный гражданин, мухи не обидел. Ни разу не нарушал закон, даже правила дорожного движения. Я даже ни разу не мусорил. Ни разу. А вы всегда разрушали мою жизнь, мерзкие сволочи. Аркадий, ты заплатишь за это. О нет, он и правда собрался на шпиль. Тут происходит что-то очень-очень странное. А и вот тогда мозаика начала потихоньку складываться. Как так вышло, что до этого момента я была единственной подписчицей Тревора, а теперь у него более миллиона просмотров. Кроме меня только один человек знал, где находится Тревор. Номер шесть знал обо мне очень много, но что я знала о нем? Что-то не сходилось, поэтому я решила следить его. А я говори! Ну и где же ты, лживый говнюк? Только вперед, никаких сомнений. Сейчас мы все выясним. А я говорила! А я говори! Какого? Что это? Это тот чел, номер шесть, здесь в городе. Это же район. Он... Господи! Номер шесть не внутри Аркадий? Это тот чел, походу. Боже мой, какая я идиотка. Мне срочно нужно попасть в Аркадию. Но чтобы пробраться через все КПП, нужен спецтранспорт. И я знаю, где его взять. Тревор, я скоро, дружище. Береги себя и... О, боже ты мой. Сдавайтесь, или мы будем вынуждены перебегнуть крайним мерам. Крайним мерам! Что, снова хотите столкнуть меня с дороги, да? Еще посмотрим, кто кого столкнул, сволочи. Получайте. Что за безумие? Ты так всех нас укропишь. Безумие, значит, а хотите узнать, что только настоящее безумие? Хотите узнать, что только настоящее безумие? Ну что, это для вас достаточно безумно, а? Я ршу с комментариев. Я так немножко поглядываю. Всегда стремиться к большему, всегда стремиться к большему. Да, я буду стремиться к большему. О май гад. Это была моя вторая авария за одни выходные. Только теперь я транслировали на всю страну. Не сомневайтесь. Надо сказать, в этот раз я разбился специально. Ну, то есть не совсем, но вы меня поняли. Тревел. Тревел. Я все еще жив. Сегодня все закончится. Аркадии придет конец. О май гад. Знаете что, я не уверена, сейчас я буду заканчивать серию. Или эта новая серия уже началась. Я просто обрезала видео. Потому что мне нужно поставить паузу и посмотреть, сколько вообще длится в целом. Игра. Да, окей, я посмотрела. Короче, суть в том, что, ну, это в принципе было понятно, что мы уже плюс-минус скоро будем заканчивать. Поэтому я думаю, что давайте тогда на этом закончим серию. Я говорила, что вот этот вот номер 6 меня смущает. Я еще, кстати, подумала где-то полчаса назад, что, ну, я решила не говорить, потому что-то нет. Вдруг я вообще херню несу. И типа, ну, я все-таки выскажу это положение, что, возможно, номер 6 это вообще вот этот вот чел, который за нами гоняется, вот этот в костюме. Не знаю, кто он там. Короче, вы поняли, да? Ну, это так. Просто вот это положение, я хз. А может, это вообще Вивиан, которая модифицировала свой голос. Я не знаю. Anyway. Серия была достаточно насыщенная. Сейчас вообще какая-то жесть происходит. Но мне нравится. Спасибо вам, Твичета, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Так же, ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok